Убийца поставил под ним ведро и продолжал его пичкать. На это ушло время. Прозректор говорит, что часов двенадцать. Глотка покойного была отечна, возможно, от заталкивания. В конце концов, он потерял сознание. И тогда убийца стал его бить, отчего и лобнули кишки. Каков чертов садист? Когда кого-то надо убить, подъезжают на машине и стреляют. Но такие вещи время не тратят. Если само действие не имеет тайного смысла. Да брось. Кто-то не взлюбил толстяка и решил его помучить. Все просто. Мы нашли сумки из магазина, у них два чека. Это значит, что убийца прерывался и ходил за продуктами. И что? Его? Спрашивайте. Я весь день мог под дождем. Это начало. У нас один покойник, а не трое. Мотива нет. Только не начинай свои заумные выдумки, ладно? Прошу тебя. Сними меня с дела. Что? Что? Что ты несешь? Оно не годится для последнего дела. Оно так просто не кончится. Ты уходишь на пенсию. Еще шесть дней, и ты вольная птица. Тебе не впервые оставлять нераскрытое дело. В тех случаях я делал все, что в человеческих силах. Можно откровенно? Мы все здесь друзья. Ему оно не годится, как первое дело. Ну, начинается. Это не первое мое дело. Ему еще рано. Не стыдно мне говорить такое прямо в лицо? Капитан. Тебе еще рано. Капитан, можно поговорить с вами наедине? У нас ничего не выходит. Видимо, здесь личное неприятие. Замолчи, Миллс. Мне некого больше назначить, и ты это знаешь. Мы на передовой. Здесь делами не меняются. Дайте его мне. Что? Он не хочет вести дело. Черт с ним. До свидания. Всего хорошего. Дайте мне. Нет. Тебе я дам другое. Иди, Миллс. Иди. Прости, старина. Но ты будешь заниматься толстяком.